У нас в гостях эксперт, профессор Хачанова Наталья Валерьевна. В чем актуальность этой темы сегодня? По прогнозу Всемирной Организации Здравоохранения, к 2020 году число болеющих хоросином склерозом возрастет примерно до 3-3,5 миллионов. Действительно, до сих пор сохраняются тенденции, что это преимущественно женское заболевание. И только в случае, если дебют происходят в возрасте старше 50 лет или 40 лет, мужчины чаще страдают первично прогрессирующим рассеянным склерозом, чем женщины. Какие можно выделить основные сложности у пациентов, страдающих рассеянным склерозом? Страх того, что постепенно вот этот неврологический дефицит начнет прогрессировать, он, в общем-то, накладывает свой отпечаток на поведение пациента и на его возможности существовать в социуме.